ты думаешь по честному думаешь Россия в этом виновата что война идет марсиане наверно а это рептилоиды слушай я харьковчанин у меня в городе в четырнадцатом году в начале года бегал моторолла по улицам завозились автобусами россияне с белгородской границы с белгородом а ты мне будешь рассказывать что рашка тут вообще ни при чем я просто говорю ну как-то сомневаешься по вашему же телевизору показывают передачу ну вот я смотрел и просят эксперта вашего же прокомментировать американские спутниковые снимки что россия ведет со своей территории огонь градами по нашей территории вот ну они его подталкивают к тому что ну вы же скажите что это все так сказать бред севой кобылы а он говорит да вы знаете судя по снимкам правда вот снимок до этого вот машины вот они уехали а остались когда рад работает остаются на земле на траве выжженные такие вот участки от работы двигателя вот эти участки выжженной травы и так далее ну ведущая тут же засмущалась и говорит ну не мы же начали эту войну ну и на этом так сказать и прекратились дальше больше того вот смотри если я в бинокль смотрю через линию фронта и вижу там кого-то или в стереотрубу или камера есть места где у нас буквально там сотня метров чуть больше кого я там вижу я шо не вижу вашу форму там российскую ну конечно офицеры офицеров брали в плен и суд уже прошел его осудили заведение войны агрессивной и захватнической а как же только ваша страна она делает подло они берут и документы офицером переделывают сержантом солдатам переделывают фамилию меняют они обычно берут фамилию жены ну как он выполняет он ушел должен бросать службу так ему например наоборот наградят как-то ну понятно шарашка своих кинет и не наградит но по крайней мере в службу он продолжит у него будет положительная характеристика там что когда надо так сказать выполнял преступные приказы ну это я так в завод так в искаженной форме но по сути правильно ну и все я думаю как-то ну вот смотри например а потом он попал в плен и говорит владимир владимирович я же ведь не боевой офицер я же офицер снабжения зачем же вы меня туда послали заберите меня пожалуйста отсюда отдают но поменяли потому что нам очень важно было своих вытащить это легко проверить этот самый майор старков у него документы были имя и отчество сохранено а фамилия старков была поменена на фамилию его жены овсянников у него жена овсянникова и он чтобы не забыть свою фамилию овсянников а карточка сбербанка которая у него с собой была на которой он получал деньги свою майорскую зарплату вот эта карточка была выписана на старкова так более того он вез камаз боеприпасами это возмущение и вот когда передавались с воинских частей со складов боеприпасы вот этому майору снабжения старкову вот никто не проконтролировал чтобы в ящиках не оставались ведомости бумажки передачи этих боеприпасов а там же остались листы с ваших воинских частей по передаче этих боеприпасов движение этих боеприпасов с подписями с фамилиями с номерами частей и так далее ну как это может быть боеприпасы 1999 году был принят на вооружение рпг-7 осколочно-фугасный снаряд вот в 99 году он был принят на вооружение украина никогда его не закупала производство по моему девяносто пятого года и девяносто четвертого года там конкретно и майор старков с камазом боеприпасов попался с этими в том числе и с этими боеприпасами ну конечно тут россия же не причем это же одни марсиане вместе с рептилоидами а сам он откуда откуда-то из центральной россии не костромания ну может бы я не могу сейчас сказать вот на так навскидку не могу сказать как-то по телевизору глядел что вроде костромичей десантников задержали тогда они заблудились мне ну то само собой то само собой а как идет бой и просто слышно вот это канонада боя и этот самый батальон донбасс украина задерживает ваших военнослужащих из разных воинских частей и они представляются кто из какой воинской части свои воинские звания называют из какой он воинской части а тут бой идет то есть это не 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 подстанова это тут ложатся мины там по команде они боятся и ложатся вот эти раненые потом говорят ребята все нормально мина уже легла так сказать она рядом они тут же встают и дальше продолжают рассказывать кто откуда ну конечно же это так сказать это рептилоиды ой зависла все и тут товарищ майор нас прервал не понравил схаменулся товарищ майор не понравилось товарищу майору вот ну вот кто-то хоть хоть чуть-чуть на рашке понимает что все таки так сказать это как это лживо подло мерзкой гадко а остальные или так сказать просто транслируют свой телевизор или подличают а вы докажите и рассказывают что россию вернули в пасе и вообще панги мун там что-то сказал ну такое